В текущем году следственными органами направлено в суд 117 уголовных дел в отношении 133 недобросовестных медиков. Такую статистику глава ведомства Александр Иванович Бастрыкин озвучил в ходе оперативного совещания с руководителями региональных подразделений. В режиме видеоконференц-связи сотрудники СК обсудили наиболее важные вопросы, касающиеся темы ненадлежащего оказания медицинской помощи гражданам. По каким причинам допускаются врачебные ошибки? И, что более важно, как следователи реагируют в случаях, когда медицинские работники допускают губительную для здоровья и жизни пациентов халатность? Мы знаем, что очень многие медики, врачи, санитарки, медсестры выполняют свой долг очень хорошо, врачебный, гражданский. Но, тем не менее, есть ситуации, которые требуют нашего вмешательства в проведении процессуальных проверок и возбуждения уголовных дел. В некоторых случаях мы оперативно, успешно расследуем такого рода дела. Есть пример по Калининградской области, где главное следственное управление провело быстрое расследование по очень серьезному преступлению медиков. Владимирская область. Была проведена большая и оперативная работа, но в целом ситуация остается сложной, напряженной. Число обращений граждан о фактах недобросовестного отношения медработников к своим обязанностям по-прежнему растет. При этом число уголовных дел, направленных в суды, все еще остается незначительным. Так, в ходе совещания глава ведомства раскритиковал работу руководителей и сотрудников следственных управлений по Краснодарскому краю, Волгоградской, Белгородской областям и главного следственного управления по городу Москве. Заслушав доклады подчиненных, Александр Иванович Бастрыкин дал ряд указаний для устранения недостатков в работе. У нас к вам только одно поручение и просьба. Поручать эти дела опытным следователям, проводить экспертизы вне организациями здраво, не затягивать расследование и выносить обоснованное и справедливое процессуальное решение. В ходе совещания глава ведомства заслушал доклады и о некоторых резонансных происшествиях в регионах. Среди них конфликт с участием таксиста и пешехода в Санкт-Петербурге, а также происшествия с детьми в Башкортостане и Ярославской области. По итогам заслушивания, председатель Следственного комитета дал подчиненным ряд указаний и определил сроки их исполнения.